Капельное орошение. Внедрение данной системы позволило повысить урожайность на 50% при экономии воды в 40%. Над этой разработкой трудились сотни ученых, и она изменила сельское хозяйство, позволив выращивать агрокультуры даже в пустыне. В результате чего сотни гектаров площадей вновь возводятся в эксплуатацию. К примеру, в прошлом году в Ахангаранском районе Ташкентской области 37 фермерских хозяйств применили водосберегающие технологии на площади 1370 гектаров. О том, какие нововведения произошли на сегодняшний день, узнавал наш корреспондент. Не первый год на территории Ахангаранского района Ташкентской области в летний период наблюдается резкое снижение объемов водных ресурсов. Это, естественно, приводит к низким урожаям сельхозпродукции, а также негативно влияет на формирование кормовой базы для животноводства. В этой связи в районе реализуется ряд проектов по водособережению. На сегодняшний день в Ахангаранском районе на площади в 3283 гектара внедрены водосберегающие технологии. Из них 2298 гектаров приходится на сады, а на 869 гектарах выращиваются овощи. А еще 116 гектаров предназначены для сбора кормов. К примеру, на животноводческом комплексе, расположенном на территории Махалиянгехайот, широкое применение получил метод дождевого орошения. Данному хозяйству для формирования кормовой составляющей Хакимед выделил 552 гектара, из которых 172 гектара поливной площади. Так вот, предприниматель заключил контракт с австрийской компанией Бауэр на 229 тысяч евро. Благодаря этому 315 гектаров орошаются дождевым способом. В данное время зарубежный партнер осуществляет возведение водного бассейна перед непосредственно зданием животноводческого комплекса. Весь цикл автоматизирован. Уровень полива будет рассчитываться с учетом влажности почвы. Это позволит распределять влагу равномерно. Сейчас ведется работа по установке австрийского оборудования. По инфраструктурной части все готово. Через несколько дней будет произведен запуск. Сейчас ведут работу австрийские инженеры. Главное преимущество данной технологии – это его возможность. Это его экономичность, которая составляет 50-60%. Также удавление можно подавать через эти трубы. Это позволит также уменьшить человеческий фактор. В этом году в районе запланировано внедрить водосберегающие технологии на 2000 гектарах. Из них на 1150 гектарах будет использоваться метод капельного орошения. На 650 гектарах дождевого и на 200 гектарах при помощи лазера будет выровнен рельеф. Всего будет реализовано 15 проектов. Благодаря чему завезут 7,5 тысяч голов породистого крупномарокатого скота. И в рамках еще 19 проектов предусмотрена доставка более 21 500 овец. Тоже, кстати, породистых. В прошлом году на 3200 гектарах был внедрен метод капельного и дождевого орошения. Такого раньше не было. Для фермеров, применяющих эти методы, оказывается помощь в виде субсидий. В прошлом году более 2 миллиардов 700 тысяч суммах были направлены на фермерские кластеры, применяющие в своей деятельности метод капельного и дождевого орошения. В целом 52 фермерских хозяйства широко используют данный механизм в своей работе. В целом в районе создана система поддержки предпринимательских инициатив. Диалог открытый и доверительный, помогает решать всю проблематику оперативно. Скажем, в махалях Куссой, Глобот, Йонарех, считающихся сложными с точки зрения экономического развития, разбиваются новые сады. Делается немало для повышения качества и уровня жизни населения. Продолжение следует...